Эй, у нас тут не кино для всей семьи. И еще динатик обработай. Сколько нужно паладинов святой нации, чтобы вкрутить лампочку? Нисколько, потому что их убили самураи ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А хотите, я покажу свой фонарь у Ле? Нет. Ну ладно. Надо же было так запнуться, ноги уже совсем не держат. Я вынужден удалиться. Так скоро? Доволен. Ты пугаешь людей своим фонарем. Извини. Проклятые гнилые доски, теперь все книги в грязи. Винни Честер седьмой, можно просто Винчестер, зачем тебе все эти книги? Я Ларс, но все называют меня Док. Я перевязывал раненых в адмаги, но потом от меня избавились, ведь старый шеек никому не нужен. Я слышал, что существует некий город тех охотников, где мне расскажут о истории мира. И я смогу написать книгу о каждом событии и месте на континенте. Я войду в историю, оставлю после себя одну из самых значимых вещей в этом мире – свою собственную книгу. Тебе повезло, дружище. Перед тобой стоит тихоходник. И думаю, я смогу рассказать тебе парочку историй о нашем мире. Представь, что несколько тысячелетий назад до нас существовала цивилизация, представители которой любили все автоматизировать. Они создавали машины, которые делали другие машины, а другие машины делали еще больше машин. И что с ними стало? Существует много гипотез по этому поводу. Есть те, кто утверждает, что всю цивилизацию выкосила очень страшная болезнь. Но и вариант с Великой войной нельзя исключать. Гипотеза о том, что два мира ввели ожесточенную войну, по неизвестной нам причине кажется самой правдоподобной. Неужели эта цивилизация просто бесследно сгинула? Кое-что они оставили. По всему континенту располагаются старые постройки. Чаще всего это просто разрушенные здания или беспорядочно раскиданные куски от техники. Также есть древние лабы, которые скрывают в себе много старинных артефактов. Лабы и руины – это, конечно, хорошо, но хотелось бы посмотреть на кого-то живого. Думаю, это можно устроить. Скелеты – ходячие артефакты минувших дней, по словам некоторых. Они не помнят, как были созданы, каким был мир раньше и как появились мы. Все скелеты наделены разумом и эмоциями. Среди наших ржавых друзей нередко встречается такое явление, как депрессия. Правда, мрачный Нил. Я ненавижу свою жизнь. Думаю, не стоит его беспокоить. Скелеты способны осваивать ремесло. Многие из них становятся кузнецами, торговцами, производителями оружия и доспехов. Один такой мастер изготовил мне броню по старинным чертежам из одной лабы. А вы знали, что раньше существовали гигантские скелеты? Да. Их называют бегемотами. Могилой для них стало место, носящее название «Смирение». Залитые жидким металлом бедняги медленно умирали от рук самих древних. Но одному бегемоту удалось избежать смерти в злополучной яме. Его звали Стоп. Как думаешь, почему он умер? На этот счет у меня есть пара версий. Среди песков лежит огромный спутник, так называемый «Глаз». Загораживающий солнце путникам бесполезный кусок железа придаётся забвению. В то время как второй спутник испепеляет камни в мщении. Я думаю, неисправность этих двух детищ инженерной мысли – дело рук Стоба. У меня есть предположение, что ракета, которая зарыта носом в землю, была благополучно сбита нашим гигантом. Скелетные бандиты считают, что Стоп совершил нечто такое, чему мы все обязаны жизнями. Стоп для них – что-то вроде божества. Надеюсь, количество последователей этого культа не будет превышать число жителей империи союзных городов. Кажется, я знаю, куда мы отправимся.